МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Осторожно, квартирные мошенники. В Хакасии предприимчивые дельцы превращают квартиры в коммуналки. Купив такой вариант жилья, обманутые владельцы продать его уже не могут. Полгода отработал новый Верховный Совет, а его бессменный спикер уже 20 лет и 2 года. Легко ли быть на высокой выборной должности? Интервью Владимира Штыгашева в нашей программе. У меня ощущения физической усталости нет, а вот такое морально-психологическое есть. Определенно это есть. Ведь ответственность разная. Севастополь и Крым. Самый обсуждаемый в России вопрос абсолютно не волнует рядовых американцев, говорит дирижер из США, посетивший на этой неделе Хакасию. Они не только не знают, где этот Крым находится, они даже не знают, где сама Украина. Железнодорожный музей на колесах привез в Хакасию челябинский метеорит. На небольшой, но тяжелый фрагмент астероида пришли посмотреть тысячи жителей республики. Чилпазы или Новый год по хакасскому календарю знаменует начало весны. Главным местом торжественных событий национального праздника стал Абаканский подром. О событиях минувшей недели будут писать в учебниках истории. Историческое присоединение Крыма, возвращение полуострова домой стало главной мировой темой. 18 марта президент Владимир Путин и представители Республики Крым подписали договор о принятии полуострова в состав России. Жители Крыма на референдуме 16 марта практически единогласно проголосовали за вхождение в состав России. А с 19 марта им уже начали выдавать российские паспорта. Перед процедурой подписания международного договора президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Что касается Крыма, то он был и останется. И русским, и украинским, и крымско-татарским. Повторю. Повторю. Он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Возвращение Крыма в состав России и в Крыму, и в России отметили как национальный праздник. Патриотические митинги прошли по всей стране. Жусь страной, горжусь Россией! В Абакане на Первомайскую площадь вышли около 6 тысяч человек. Это не только жители Абакана. Приехали люди и из глубинки. Лозунги те же, что и в других городах. Нет фашизму, дружба, мир и согласие. Мы вместе. Приехали за переживать и поддерживать за Украину, за Крым, за Севастополь. Они наши. Я снова туда поеду отдыхать. Добрый день, Абакан. Хотя я и пенсионер. Глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию. Сам он присутствовать на митинге не смог, поскольку находился в это время в Москве, в Георгиевском зале Кремля, где ожидалось обращение президента к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, руководителям регионов, представителям гражданского общества. И где после подписания документов о вступлении Республики Крым и Севастополя в состав России официальные лица не скрывали эмоции, которые переполняли многих. Мне по телефону отзвонились, потом фотографии скинули. Я благодарен всем. Вот всем, кто был на митинге. А я знаю, что много сопереживало вместе с митингом. Жители Республики благодарен всем. То, что практически все жители Республики имели такое же вдохновение, я не сомневаюсь, которое мы имели в зале, слыша президента Российской Федерации и видя тех людей, которые приехали с Крыма, руководители два депутатских корпуса Севастополя и Симферополя, то они плакали. Они, не сдерживая себя, кричали «Россия!». Там как-то всегда не принято, более такая торжественная обстановка. Кремль самая вершина политической такой, знаете, структуры, где вот люди в меру так себя сдерживают. Я впервые увидел, когда никто себя не сдерживал. Ни одно событие, даже культурное, на этой неделе в России не обходится без обсуждения крымской темы. Особенно, если есть возможность услышать другое мнение, например, из-за океана. Такая возможность появилась и у наших СМИ. В Хакасию с концертом приехал дирижер из США. Уинстон Фогель – маэстро с мировым именем. Дирижер выступает не только с крупными оркестрами, но особенно ценит музыкантов из глубинки, со всего мира. В Хакасию приехал, чтобы выйти на сцену с симфоническим оркестром филармонии. Помимо обсуждения предстоящей программы, разговор коснулся и Крыма. Уинстон Фогель рассказал, как его соотечественники, американцы, относятся к событиям. Если вы возьмете обычного рядового американца, они не только не знают, где этот Крым находится, они даже не знают, где сама Украина. Третья письма, как «Нью-Йорк Таймс», это маленькая вещь, что Путин говорит что-то. Я все время вижу по телевизору в России, что эта проблема часто постоянно обсуждается, но в Америке где-нибудь на 30-й странице в газете вы найдете маленькую заметку о том, что Путин что-то там сказал. Люди смотрят, а, вы можете купить ценнее в Мэйси, в продаже. Да, люди смотрят в газетах, где им на распродаже дешевле чего-либо купить. Рынок недвижимости в Абакане обуяла новая мода. Делать из одной квартиры несколько гостиных и распродав их, хорошо на этом навариться. Проблема в том, что переделка в комнатах незаконна, и покупателям об этом не сообщается. Они-то и остаются крайними в таких сделках. Проворачивается это так, что продавец не несет никакой ответственности. Как ему это удается, и что способны в этой ситуации сделать государственные органы, разбиралась Марина Конодакова. Герои этой истории не хотят публичных выступлений. Попавшись на удочку предприимчивого торговца, они могут винить только себя за излишнюю доверчивость и незнание законов. Все они хотели купить недвижимость в Абакане, но так как денег на полноценную квартиру не хватало, а брать комнату в общежитии не хотелось, то вариант так называемой коммуналки в обычном жилом доме оказался для них приемлем. Тем более, что в газетах полно объявлений о продаже гостинок. Комнаты со своим санузлом и общим коридором в зависимости от площади могут стоить от 800 тысяч до миллиона рублей. Находятся они в обычных многоквартирных домах. Схема появления проста. Желающие сделать деньги обычно покупают трех- или четырехкомнатную квартиру, проводят в каждую комнату канализацию и воду, врезают везде железные двери и все. Каждая гостинка продается как отдельная доля в общем жилье. При этом кухня, ванная и общий туалет исчезают. Все переходит в жилплощадь. Чтобы узнать вопрос изнутри, мы организовали встречу подставного покупателя с риэлтором, предлагающим одну из таких гостинок. Комната в доме на Пирятинской, 23, 18 квадратов. Три из них занимает санузел. В углу комнаты отгораживается закуток из гипсокартона. Внутри устанавливается короткая ванная и унитаз. Риэлтор называет это очень удобным вариантом. Квартира была, и у нас красноярцы скупают и переделывают вот такие вот секции. К нам не будут никакие претензии, что вот так вот все. Ну это законно вообще, вот эта вся перепланировка. Конечно. Вот эта квартира, это переделанная в секцию, перепланировки как минимум нет. Один из дельцов, который по некоторым данным и вел моду на распил квартир, некий Евгений Филиппов из Минусинска. На сайте объявления можно найти фотографии подобных гостинок в домах по улице Москиска и Тыгина и так далее, отремонтированных по одному и тому же сценарию. Специалисты предостерегают от таких покупок. Это самовольная переделка жилья, но этот факт владелец квартиры и риэлтор тщательно скрывают. В конечном счете отвечать за все будет покупатель, которому впоследствии придется за свой счет узаконивать любую переделку в купленном жилье. Цена может составлять до 200 тысяч рублей. Как правило, в жилищную инспекцию обращаются соседи, которых волнуют конструктивные изменения дома. По данным обращениям инспекции проводится проверка. В случае, если выявляется факт незаконности перепланировки, инспекцией выписывается предписание уже текущему собственнику. И возбуждаются дела об административных правонарушениях. Проблема еще в том, что продавать самовольно переделанное жилье дельцам удается благодаря лазейке в законодательстве. Раньше при регистрации сделки купли-продажи недвижимости специалисты выезжали на место, чтобы своими глазами убедиться, что планировка квартиры соответствует данным техпаспорта. Несколько лет назад это правило отменили, так что состояние квартиры проверяется только по представленным бумагам. Поэтому при покупке комнаты или квартиры надо быть бдительными вдвойне. Ваши деньги, ваши глаза, прежде чем покупать недвижимость, посмотрите, что берете, убедитесь в законности этого. Еще мы сталкиваемся, у нас бывают случаи, зачастую люди производят расчет до нашей регистрации. Потом оказывается, что у нас запреты наложены. Уходить от ответственности Филиппову удается еще и потому, что сделки по купли-продаже недвижимости он осуществляет как доверенное лицо продавца. Поэтому формально с него взятки гладки. Нам не удалось связаться с Филипповым, но мы готовы предоставить ему эфирное время для комментария. Надеяться покупателям стоит только на себя и свою бдительность. Если вам дороги ваши деньги, не покупайте сомнительное жилье. Ну а в следующий раз мы расскажем о том, что сделала Абаканская прокуратура, в которой также поступали жалобы от людей, имевших дело с Филипповым. Марина Конодакова, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. И еще о жилищных неурядицах, в которых тоже пострадавшей стороной остаются собственники квартир. В Абакане захламляются некоторые городские кварталы. В начале этой недели вот такая картина была в микрорайонах Космос и Гавань. А сейчас, наверное, еще хуже. Управляющая компания отказалась обслуживать дома в этих микрорайонах и теперь мусор оттуда не вывозится. Как объясняет директор ЖЭУ, причина, по которой договор обслуживания не продлен, проста. Компания на домах низкой этажности работает себе в убыток. В среднем по Абакану тариф за жилищные услуги 20 с небольшим рублей. Население здесь платило чуть ниже среднего, но цену по экономическим расчетам ЖЭУ нужно увеличивать в разы. Скажите, какие тарифы у вас были? 17,520 за квадратный метр. За квадратный метр? Да. Тариф слишком маленький. Попытались увеличить тариф, жители не согласились. А сколько должен быть тариф рентабельный? Рентабельный? 35-40 рублей. И еще одна причина, по которой ЖЭК отказался от обслуживания, долги некоторых абонентов, но страдают целые микрорайоны. Оставшись без управляющей компании, лишь в половине домов самостоятельно решают проблему вывоза мусора и уборки территории. О том, что поддерживать порядок должным образом не удается, говорит антисанитарная в округе обстановка. А управляющая компания в этом году планирует отказаться от обслуживания еще четырех домов уже в другом микрорайоне. А ведь Абакан принято считать городом образцового порядка. В Абазе строители решают вопрос дефицита кадров в системе здравоохранения. На этой неделе в городе началось строительство высотного дома. Это событие рядовым не назовешь, поскольку в Абазе очень редко возводят что-нибудь многоэтажное. Да к тому же часть квартир будет отведена врачам, которые пожелают приехать и трудоустроиться в местную клинику. У медицинского руководства еще не было столь весомых аргументов в деле привлечения кадров. Теперь предложение работать в Абазе становится более заманчивым. Главный врач горбольницы Сергей Титов буквально воспрянул духом, узнав о решении городских властей дать жилье будущим медикам в новом строящемся доме. Потому что зарплата уже не аргумент. Чем человека заманить-то было? А зарплаты уровень их выравнивался. Что в Абакане можно было, что у меня. Укомплектованность кадрами в Абазе примерно как и в среднем по республике на 70%. Но остро не хватает специалистов, услугами которых население пользуется каждый день. Наряду с государственной клиникой в городе две частных стоматологии. И с потоком пациентов не справляются. Зачастую с зубной болью приходится ехать за 200 километров на прием в республиканскую столицу. Я когда в Абакане работала, у нас просто вызывало удивление, что каждый день 2-3 человека с Абазы приходили в клинику. В стоматологических кабинетах очереди отсутствует, потому что все расписано на месяц вперед. Запись на прием один раз в месяц. А теперь еще реже. И дается она такой ценой, что свое время никто не пропустит. Вот в этот раз запись была на два месяца записала. То есть у меня март-апрель заняты полностью. Люди тут ночуют, чтобы записаться. Потому что им просто некуда деваться. В терапевтическом отделении укомплектованность кадрами почти стопроцентная. Не хватает лишь одного терапевта, невролога и медсестры в палату интенсивной терапии. Но у многих возраст весьма почтенный. И если завтра часть коллектива уйдет на заслуженный отдых, то работа отделения будет практически парализована. Врачи-то ушли бы отдыхать, уже, наверное, половина бы ушло. Но нет никого. И я бы ушла, если бы была замена какая-то. Но ее нет. Как бы вы ушли? Вам что, фрок пришел? Мне уже давно пришел, уже 10 лет назад срок пришел. Медицинские специалисты на постоянное место работы в Абазу периодически приезжают. Но удержать их не удается. Институционист сватался, врач-реаниматолог приезжал тоже. Ну, иногда, да, вот не было конкретной квартиры. Поэтому понятна заинтересованность главного врача в скорейшем строительстве нового жилья для будущих новоселов. Описывая новостройку и местные достопримечательности, главный врач, похоже, не замечая того, сбивается на рекламу. Квартиры однокомнатные, свыше миллиона рублей, в живописном уголке города, в Бару и рядом речка. И всего 300 метров до места работы. Чего не приехать? Получит квартиру прекрасную. Рыбач, отдыхай, работай, да? Вот дыши чистым воздухом. Человек 9 я могу трудоустроить. Они мне нужны. Такие специалисты, как врач-инфекционист, врач-хирург, стоматолог бы нужен был. Вообще, конечно, нам нужны все специалисты. Главный врач сам приехал в Абазу 3 года назад. Но жилье ему по-прежнему снимают. Так что получить собственный угол, говорит, уникальная возможность. Новую абазинскую многоэтажку строители обещают сдать в эксплуатацию уже нынешней осенью. На этой неделе арестован Алексей Овсянников, который 13 марта в Абакане на автомобиле, предположительно в нетрезвом состоянии, не вписавшись в поворот, влетел на тротуар, где сбил мать с двумя детьми. С места происшествия он сбежал и скрывался почти неделю. Причем следы заметал хладнокровно. Забрал улики из салона автомобиля, скрутил номера и затем исчез. Скорую помощь пострадавшим вызвали очевидцы аварии. Дети были все под машиной, вытаскивали оттуда. Ну, как уже другие говорят, что он вытащил, ребенка бросил и побежал скорее из машины что-то доставать. Ему это было важнее. На этой неделе один из малышей умер в городской больнице. Врачи делали, что могли, но оказались бессильны. Виновник трагедии сдался полиции, но свою вину признал лишь частично. Утверждал, что в тот день был трезв. И ни публично, ни приватно, пока не покаялся. Алексей, вы хотели бы сейчас пострадавшим сказать что-то? Ну, не тебе точно, но пострадавшим. Что бы вы им сказали? Ну, не твоё дело. А он вообще сожалеет, что произошло? Да отдыхай, понял. Суд вынес решение арестовать Овсянникова на два месяца, пока ведется следствие. Просто возмущает число дорожных происшествий и трагедий в Хакасии с участием водителей, либо пьяных, либо под воздействием наркотиков. Один из них, Иван Попов, на этой неделе, по мнению многих, отделался легко, получив срок два с половиной года лишения свободы. В ноябре прошлого года он сбил двух школьников на пешеходном переходе. Один из мальчиков до сих пор находится в коме. Как будет выглядеть здание аэропорта Абакан, станет ясно уже в ближайшее время. На этой неделе завершен первый этап конкурса на лучший эскиз аэровокзала и прилегающую к нему территорию. Из 30 с лишним работ на второй этап члены специальной комиссии отобрали 10 проектов. Их авторы – люди разного возраста, социального статуса и разных профессий. Например, это работа творения 17-летнего юноши из Черногорска. А один из эскизов прислан из исправительной колонии. Здание аэровокзала обновится впервые за 25 лет, как снаружи, так и внутри. Но к внешней отделке интерес повышенный. Фасад не хотят отделывать по принятым для таких зданий стандартам. Оно должно стать достопримечательностью республики и оформлено в национальной стилистике. Работы по обновлению аэровокзала и прилегающей территории планируется начать в этом году. А о сроках окончания реконструкции информации пока нет. Продолжим программу через 3,5 минуты после рекламы. Это программа «Вести», «Хакасия», «События недели». И мы продолжаем. У нас в гостях председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев и речь о работе депутатского корпуса в новом составе, который принял уже немало решений, в том числе и вызвавших неоднозначную реакцию в обществе. Владимир Николаевич, добрый день. В шестой созыв, и вы уже и подряд возглавляете все эти созывы, и, честно говоря, для вас было ожидаемо это решение, что вы снова возглавите депутатский корпус? Я не был совсем уверен абсолютно в этом. Я просто... Дело в том, что каждый новый созыв – это новый Верховный Совет. Это у людей сложилось впечатление, что многие одни и те же люди работают в составе Верховного Совета. Все-таки осталось меньше половины. У нас в каждой выборе переизбирается больше половины новых депутатов. Поэтому, ну, преемственность сохранилась. Все-таки 31 депутат, а теперь уже 50 у нас стало депутатов, не 75. Это как раз больше даже половины. В этом и сохраняется преемственность. А, ну вот большинство людей, которые возглавляют комитеты, они сохранили, то есть комитеты сохранили своих руководителей. Вот это скорее на пользу Верховному Совету или скорее не на пользу? Я думаю, ну как на пользу? В этом тоже преемственность. У нас 10 комитетов и комиссий. Пять новых. Половина, не больше, не меньше, а именно половина. Пять новых возглавляют новые комиссии, новые комитеты. Мы 18 сентября провели первую сессию. Это ровно полгода, как действует Верховный Совет шестого созыва. И, в общем-то, вот за это короткое время нам удалось принять порядки 88 законов. А в основном о чем речь идет? В основном это в области бюджетного законодательства, налогового, природоохранного, в области социальной политики и здравоохранения. Вот одно из решений, которое было принято на Верховном Совете, на последней сессии, по-моему, оно вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Это по льготникам и приравненным к ветеранам труда. Вот эти вот льготы. Им отменили. Вот эти с 1 марта. Вот как вы считаете? Я про это не слышал, что отменили льготы с 1 марта ветеранам труда. Так приняли же этот... Я не слышал такого. Я не знаю, какое-то искаженное понятие. Вопрос не в этом заключался. Мы, кстати, приняли в свое время закон о том, что граждане, проработавшие женщины 35 и более лет, и мужчины, проработавшие 40 и больше лет, если они не имеют звания ветеран труда, а звания ветеран труда кому присылались? Имеющие государственные награды за труд, там, еще какие-то звания заслуженных людей и так далее. Труженики тыла, там, приравнивались к ветеранам труда. А есть люди, большая категория граждан в Хакасии в то время на принятие законов, по-моему, 17-18 тысяч могли претендовать на это звание. Для того, чтобы им льготы эти установить, понадобится из бюджета примерно, ну, в то время. Это было 140-160 миллионов рублей ежегодно. Сейчас приняли, но вопрос-то в другом. Дело в том, что население Хакасии составляет не только граждане, которые здесь проработали по 40 лет, а те, которые приехали с северных территорий нашей Российской Федерации, из Норильска у нас очень много, у нас в порядке 6 тысяч проживающих здесь, они получают льготы как за север, так и в Хакасии. Они, в принципе-то, не внесли ничего в развитие в свое время. А закон региональный? А? А закон, конечно, региональный. В других этих льгот нет территорий, которые мы установили. Но поскольку бюджет дефицитный, сейчас его приняли поправку обременения, то они должны были не просто быть ветеранами когда-то в жизни проработать 40 лет, а из них не менее половины в Хакасии. То есть мы же, это региональный закон, если бы в стране давали. Поэтому, возможно, вот это. Второе, мы индексацией не провели многих льгот, ну, кроме детских пособий, там, других, это индексировано. А все остальное приостановлено в связи с тем, что действительно не хватает средств. А никто не отменял этот закон, он у нас действует. Единственное, он обременен. Владимир Николаевич, вот немало вопросов к нам в редакцию поступает, адресованных именно вам, по разработке новых угольных месторождений. Вот, с одной стороны, хорошо, это идет речь о наполнении бюджета, и о рабочих местах, и о развитии промышленности. Но как вот это вот увязывается, скажем, с экологической безопасностью? И есть ли какие-то реальные рычаги, чтобы здесь, на месте, вот это вот реально контролировать? Рычаги есть. Но я просто хочу напомнить, что все недра, полезные ископаемые, находятся в ведении Российской Федерации, а не местных органов власти. Но, тем не менее, федеральный законодатель право нам предоставил определенное, но не просто кто бы хотел, что здесь разместить. Для этого сейчас проводятся эти публичные слушания при освоении этих месторождений. Сейчас бы никого не спрашивали, даже вот про Оршаново, если это касается. Там же провели, наверное, уже 15 этих встреч и слушаний. Лет через 15-20, возможно, мы станем, как Кемеровской области, вторым регионом в стране по добыче угля. У нас действительно его очень много. Но для этого необходимо сочетать интересы экологические, то есть для всех населения, и экономические. Тут очень важно. Для этого, в принципе, рычаги такие даны, они и федеральным законом предусмотрены, и нашими законами. И просто необдуманно или бездумно осваивать, рыть землю, вот этого не будет. Сегодня мы добываем в порядке 14 миллионов тонн каменного угля. И ничего страшного. Хакасия может добывать и 100 миллионов тонн в год. За счет этого мы только можем получить в ближайшие 30-40 лет прибавку в экономике, улучшение жизни людей. Вообще, в конце концов, у нас сегодня средняя зарплата, ну, в целом, по республике 29 почти тысяч, ну, 28-900. А, в принципе, для Хакасии надо иметь среднюю зарплату 50 тысяч. Вот такая. При сегодняшних ценах. Да, в сегодняшних ценах, так, как сегодня на алюминиевом заводе, или на Сорском комбинате, или на шахтах, и так далее. Владимир Николаевич, вот вы мудрый человек, вот ваш прогноз. У нас бюджет дефицитный, и некоторый провал получился, вот как раз с мировым кризисом. Сколько еще мы будем вот так экономия жить? Я думаю, что улучшение уже наступит, наверное, в конце этого года. Почему тенденция такова? Сейчас события на Украине, которые развиваются, конечно, они тоже, в принципе, нам подкашивают. Западные наши друзья-партнеры, противники и партнеры, они будут делать все, чтобы сделать нам хуже. Это вопросов нет, это иллюзии никогда не надо строить. Война уже тысячу лет идет на планете, и русский мир старается уничтожить уже тысячу лет назад. Поэтому мы должны это все понимать реально, и существовать в этом мире, сотрудничать с другими странами. Но, по крайней мере, никогда не забывать свои интересы. Какие задачи, если вкратце, по законодательным инициативам, ну, на перспективу, может быть, на ближайшую, ну, хотя бы на этот год? Основные, ключевые, может быть? Основные моменты, которые мы сейчас поставили себе на 2014 год, это привести всю систему законодательства, связанную с земельными отношениями. Предоставление земельных участков для жилищного строительства многим категориям граждан. Значит, земля, которая находится в сельскохозяйственном обороте, то есть это земельные паи, крестьянские фермерские хозяйства. К сожалению, у нас сегодня здесь очень много противоречивых явлений, которые существуют. Нам навести надо серьезный порядок ревизии, в том числе и в законодательстве. И второе, что сейчас, мы приводим и проводим ревизию налогового бюджетного законодательства, который тоже позволит посмотреть, всем ли мы предоставили льготы, достаточно ли этих льгот, или наоборот, надо их отменить уже. Владимир Николаевич, еще задам вопрос. Если, наверное, спрошу просто, как вы сохраняете форму, то, наверное, просто получу обычный ответ, что слежу за здоровьем. Наверное, так будет? Заниматься спортом надо обязательно, гимнастикой. 22 года возглавляет Верховный Совет, с другой стороны, работа тоже нервная, в том числе. Но одно дело сохранять форму, другое дело, насколько вам нравится ваша работа. Вот знаете, когда сильно будет нравиться работа, тогда человек уже пропал. Я всегда хочу сослаться на великого мыслителя Конфуции. Он всегда говорил, сильно плохо – это почти хорошо. А сильно хорошо – это почти плохо. Сильно, когда нравится, это уже опасно. А вот, знаете, иногда бывает, бывает, когда человек, ну, наступает определенная усталость. У вас усталости такой еще нет? У меня ощущения физической усталости нет, а вот такое морально-психологическое есть. Определенное это есть. Ведь ответственность разная. Ведь думает, ну что там мне принять закон? Закон можно принять. А вот мироответственности за неисполнение этого закона разная. Вот если кто считает, буду я исполнять этот закон, не буду, мне все равно. А для меня не все равно. Мироответственности разная. Владимир Николаевич, спасибо, что пришли и ответили нам на наши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Я бы хотел тоже всем нашим жителям Хакасии пожелать удачи в этом году, чтобы удачи и успех пришли в каждую семью, каждому нашему, тем, кто работает и учится. Спасибо, Владимир Николаевич. Это был Владимир Штыгашев, председатель Верховного Совета Хакасии, новый состав депутатов, которого отработало ровно полгода. Это и стало поводом подвести некоторые итоги в нашем эфире. Выставочный комплекс РЖД побывал на этой неделе в Абакане. Этот музей на колесах примечателен тем, что он точная копия вагона из скоростных поездов Сапсан, Ласточка и Аллегра, которые пока Россия закупает во Франции и Германии, и которые пока крейсируют только в европейской части страны. Но к 2020 году скоростные линии проложат от Казани до Иркутска и из Красноярска до Новосибирска реально будет добраться за 6 часов. А в одном из вагонов экспозиция, посвященная космосу. Здесь и экспонат, к которому приковано наибольшее внимание посетителей. Обломок Челябинского метеорита. Фрагмент похож на обычный коричневый камень, однако тяжелый, поскольку на 20% состоит из железа. Астероид взорвался в небе над Челябинском в феврале прошлого года. Его первоначальная масса составляла 10 тысяч тонн. Из Абакана поезд-музей отправился на Приволжскую железную дорогу в город Саратов. Праздник Чилпазы, дословный перевод «Голова года» или «Новый год» по хакасскому календарю собрал накануне тысячи жителей и гостей республики на Абаканском ипподроме. Праздничная ярмарка, присвоение почетных званий, впервые выступления профессиональных артистов республиканских театров, а в целом масштабное представление, самые запоминающиеся моменты которого в материале Константина Кравцова. Кормление духа огня – важнейший обряд хакасского народа. Люди верят, что это в будущем принесет благополучие и счастье каждому. Новый год по хакаске или Чилпазы вообще имеет много духовности. Повязать ленточку на священную березу, загадав желания, омовение коня и другие старинные обычаи. Виктор Зимин совершает это в кругу глав всех районов республики. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю нашим сельчанам благоприятного, урожайного года. Всем жителям республики прекрасного настроения, надежного здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах. Новый год под весенним солнцем. Большинству народов мира это может показаться необычным, но ведь в этом вся и логика. Кочевой народ хакасской степи тяжело переживал зиму. Постоянные ветры, нехватка корма для скота заставляли и людей жить на продовольственной диете. Ну а весна, время новых надежд, новой жизни и гарант отличного настроения. Приход весны всегда у хакасов считался, что такой период, когда все раскрывается, и природа, и люди, и скот выходят на пастбище. То есть это здорово. Смотрите сегодня, какая красивая погода. Так что все наслаждаются и радуются нашим сегодняшним праздником, потому что начало года, природа расцветает. Челпазы – это традиционно широкие гуляния. Праздник собирает тысячи жителей и гостей республики. А каждый район готовит свою развлекательную программу. Других посмотреть, себя показать. Сейчас мы встречаем гостей, а потом у нас игровая программа. Чумачечья весна приглашает всех позабавиться. Вот так. Фольклор и народные состязания, например, поднять и перекинуть большой валун через плечо, что достойно богатыря. Тоннель счастья, которая придет к каждому, если, конечно, верить. Национальные лакомства. А вот детвора Розину Фрод смотрят на артистов театра. Одним словом, Челпазы – хакасский Новый год, несомненно, стал общим праздником для всех. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести Хакассия, события недели. Весна вступает в свои права. Все увереннее и стремительнее. Температура ближе к уровню рекордных показателей. И теплая погода, по прогнозу, продержится еще неделю. А вот затем будет переменчиво. Ожидаются даже дневные заморозки с минусовыми отметками. Но все-таки весна. Это была программа Вести, Хакассия, события недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok